Братский матч 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 Не ограничивался бы на одном, конечно. Их очень много. Это просто были такие великолепные мастера. Если вспомнить, даже если так идти. Андрей Конческий, очень приятно вместе общаться, дружить. Это Вагис Хидиатуллин, который тоже прекрасную форму показал в таком возрасте. И то, что свой ум именно в футболе, то, что он и когда-то тоже свои лучшие годы делал. Потом Харен Аганисян, Анатолий Соловьев. Это действительно такие. Олег Шеренбеков сегодня тоже играл. Евгений Корнюхин. Якимович Эрик. Потом, если говорить о многих-многих мастеров футбола, это, конечно, уже можно считать и Бобби Чарлтона, и Плотини, и Круев, и Рональда, Месси, Марадона. Ну, это целая прияда. Да, здесь это надо сидеть и по книжке читать. Нам очень приятно, Марат, что все-таки наш лошадник, дружная Россия, сильная страна. Вы начали с отечественных, с наших футболистов. Это очень здорово. Андрей, вы поддержите, пожалуйста, тоже тему. Ну, конечно, можно. Я присоединяюсь к словам Марата, но я думаю, что всем нам помогает на футбольном поле Бог, Аллах, дай Бог, как говорится, всего наилучшего. Иншалла. Ну, и в завершение мне хотелось бы сказать, что я в эту небольшую тайну, что представитель Ассоциации предпринимателей мусульман России, Российской Федерации, Марсель, когда мы брали интервью, спросил мне про любимого игрока. Он сказал, что это представитель, конечно, легендарного пахтокора, вот, Марат Кабаев. И когда спросил основное качество этого игрока, как ты думаешь, он сказал, что Марат нас всегда учит тому, что интеллект главное на поле, для футболиста интеллект. Я думаю, что вот благодаря интеллекту и духовному разуму мы сегодня сможем сделать Россию сильной страной. Субтитры создавал DimaTorzok